Мы любим свободу. Мы боремся с любыми ограничениями. Нам мало того, что есть. И мы всегда хотим большего. Мы преодолеваем границы, чтобы объять необъятное. Наши возможности безграничны. Ты безграничен. Безлимитный интернет от Мегаком. Спонсор программы – сотовый оператор Мегаком. Где же он? Где же? Макс, что случилось? Что случилось? Телека Мамутова нет. Пять минут до эфира он до сих пор не пришел. А кто это такой? Да ты что? Телек Мамутов – это первый кыргызстанец в гугле. Гугл? Гугл! Его же найти можно! Ну, я пошел. Ух, ну слава богу, телег. Телег, так и знал, так и знал Слава Богу, что нашелся 5 минут до эфира Все, поехали Спасибо нашему оператору Да не тебе Ищ ты, ищи Дамы и господа В эфире 5 канала Вечернее шоу с Максимом Полетаевым Сегодня в гостях Первый киргызстанец Компании Google Телег Мамута Актер, чья жизнь вдохновляет не меньше, чем фильмы Виктемир Мамаюсупов Музыкальный гость Обворожительная Задача Купаева Встречайте Максим Полетаем Добрый вечер Добрый вечер, друзья Второй выпуск вечернего шоу И мы очень рады, что он состоялся, второй выпуск Первая неделя прошла уже, кстати, наш соведущий Или как это модно говорить на Западе Сайдкик Сардар Аскер Друзья, уже неделю Как занимаются школьники, студенты Вся эта академическая братья И вместе с ними С каникул вышли депутаты И уже обвиняют ГКНБ в том, что они распространили фальшивое видео Чтобы дискредитировать оппозицию У нас очень талантливые люди У нас очень талантливые люди У нас страна талантливых людей, друзья Они могут сразу, без экспертизы Определить достоверность видеоматериала И вы знаете, мы подумали А почему бы и нам с вами не заняться тем же самым Прямо сейчас мы готовы продемонстрировать вам видео нарезку А вы сами догадайтесь, какое видео Фейковое, а какое настоящее Пожалуйста Это вообще В истории всю революцию Даже не то, что авторстанд Аналогов нету Поец называется Юпи Какие ваши доказательства? Мы начинаем второй выпуск Поец Первая неделя сентября позади, друзья И действительно уже есть новости Школьные новости, которые интересно было бы обсудить Например, в этом году Министерство образования решило вернуть арендную плату за учебники И мы подумали, а как еще можно помочь нашему Минобразованию собрать Отличные аплодисменты, друзья Это аплодисменты всем чиновникам Министерства образования Мы в свою очередь подумали, как помимо аплодисментов еще помочь этим людям И придумали У нас есть целый райдер, целый список тех вещей, за которые тоже можно взимать определенную плату Погрызть мел Пять сомов Место для рисования на парте Сорок сомов квадратный сантиметр Лепить жвачку под столом Пятнадцать сомов кубический сантиметр И, наконец, место рядом с отличником на контрольной работе От тысячи сомов В зависимости от квалификации отличника Ну, отпроситься в туалет Тут как-то вот даже не знаю, Сардар Может быть, у тебя какие-то есть идеи? По-моему, сейчас именно этим вопросом задаются в Министерстве образования Ну, ты знаешь, на мой взгляд, сходить в туалет — это бесценно Новость в стиле вы успели забыть, но мы вам не забыли Не так давно одну из улиц нашего замечательного города, Бишкек Взяли и залатали брусчаткой Все мы это помним Кто-то возмущался, кто-то радовался Мы пофантазировали, в каких еще ситуациях могла бы пригодиться брусчатка Не только как украшение, но и как вполне функциональный материал Пожалуйста, найдите Максим, жалко, что огромную дыру нашего бюджета нельзя залатать брусчаткой Было бы здорово Оставайтесь с нами сразу после паузы Телег Мамутов, Биклимир Мама Юсупов и Садар Чакубаева Будет интересно Вы знаете, в нашей стране, пожалуй, самое демократичное отношение к интернету во всей Центральной Азии И потому неудивительно, что сегодня нашим гостем стал человек, который внес свое имя в историю Внес свое имя в историю, как первый кыргызстанец в компании Google Телег Мамутов, встречайте! Телег, привет, очень рад, что ты пришел Телег, привет Привет Рад, что ты пришел Рад, что ты брендируешь сразу свое появление своей футболкой Ну, вопрос, наверное, который мы должны тебе задать Несмотря на то, что сами знаем на него ответ, но многие наши телезрители не знают Как случилось так, что простой кыргызстанский парень Телег Мамутов Вдруг стал эмплои, сотрудником, ну, пожалуй, самой крутой, самой престижной компании в мире Во-первых, спасибо, что пригласили на шоу Вообще, я крайне удивлен Меня простого смертного пригласили, но я надеюсь, будет полезна моя история Начиналось все в 2006 году Я закончил университет УЦА и я занимался уже программированием и параллельно работал преподавателем И я обновлял свое резюме на сайте monster.com постоянно Как бы набирался больше опыта, больше навыков И что интересно, однажды я получил письмо В котором говорилось Хотите ли вы работать в компании Google И там подробности И получать огромные деньги Типа такого Бесплатная еда упоминалась и так далее Бесплатная еда, когда упоминается, мне кажется, это всегда Ну, сто процентов спам Потому что я еще до этого Я когда был совсем еще моложе Однажды я получил письмо от представителя нигерийского принца Знаменитые вот эти вот нигерийские принцы Да, это еще было очень давно Когда только имейл я зарегистрировал Поэтому я думал, ну, наверняка неправда Но практикую свой английский И решил, ну, отвечу, посмотрим, что получится Ну, и, конечно, там была переписка И в итоге дошло до того, конечно, что он попросил Вначале прислать 10 тысяч долларов к нему Ну, просто мне было интересно И с тех пор, как бы, я еще более скептично начал относиться И реально, когда я это письмо увидел Я посмеялся, реально Я думал уже, вот, уже прям мышкой наводил практически на спам А потом я решил подумать Ну-ка проверим, реальный ли адрес Ну, там реальный адрес был такой солидной компании Прям с доменом правильным, все такое Я решил, ну, попробую отвечу тоже Как с нигерийским принцем, что получится И ответил Заранее приготовили 10 тысяч долларов На всякий случай У меня не было таких денег И ответил, и они начали говорить Ну, для начала нужно там пройти экзамен и так далее И потом я осознал, что это реально И я все бросил, все свои дела И я, как бы, сто процентов С раннего утра до позднего вечера уже Кто бы не бросил Начал всю энергию свою на это тратить Потому что, на самом деле, я обожал к тому времени Google Но я просто думал, что это нереально Я даже никогда бы сам туда не подал Сочиняй мечты, и они обязательно сбудутся Телек, сколько в общей сложности ты провел в Ирландии? Потому что, насколько я знаю, именно там находится офис Google, в котором ты работаешь Да, в Ирландии находится главный офис на Европу, Средний Восток и Африку И там вообще, кстати, очень интересная страна Они умудрились Придумать лепреконов И это тоже Умудрились Хорошие условия создать для многих компаний, в том числе и Google И я, как бы, из Кыргызстана переехал туда, в Дублин В 2007 году И с тех пор там работаю уже 6,5 лет примерно И вот 6,5 лет в Google это действительно достойно аплодисментов Реалии современной жизни таковы, что когда нам нужно что-то найти Мы идем уже не в библиотеки, мы уже не звоним друзьям и знакомым Мы идем в Google И вот прямо сейчас, ты знаешь, я вспомнил о том, что Ну не прямо сейчас, конечно, это мы заготовили для тебя, что уж я там начинаю, да, придумывать Но, тем не менее, мы вспомнили о том, что Когда вбиваешь любые слова абсолютно в Google, он выдает тебе несколько вариантов И многие из них очень и очень курьезны Я думаю, ты как работник Google прекрасно знаешь, да, эту особенность поисковой строки Мы подумали, а почему бы прямо сейчас при помощи наших зрителей, которые у нас здесь Не попытаться, ну, что-нибудь такое прямо вот здесь симпровизировать Попробуем? Отлично, ну, друзья, вы тоже приготовьтесь Можно, пожалуйста, слово из аудитории, любое абсолютно Какашка, почему? Слово «почему» мне нравится больше, чем слово «какашка», поэтому будем вбивать именно его А вот, собственно, и он Почему-то ничего, почему нет ничего смешного Хочу спросить я И смешное появилось Ну вот, например, смотри Почему развелся Путин? Я даже не знал, что он развелся Почему небо голубое? Кстати, на это есть хорошее видео Почему сводит ноги? Это какой-то частный случай Видимо, частая проблема оказывается Ну и, наконец, почему кружится голова? От любви, наверное От любви, хороший вариант Так, ну давай еще один попробуем Дорогая аудитория, будьте любезны Машина! Моя жена У меня тоже нет жены, поэтому я знаю, что этот человек холостой Спросил, моя жена Моя жена Моя жена ведьма Сразу почему-то предлагает нам гугл Моя жена меня приворожила Это, судя по всему, об одном и том же человеке идет речь Моя жена и дети Это целый роман И, наконец, моя жена гангстер Ох, ничего Когда жена гангстер, мне кажется Это даже хуже, чем жена ведьма Ну и давайте под завершение Раз у нас так все хорошо пошло Еще одно словечко Моя дочь Моя дочь, давайте попробуем Моя дочь беременна и я тоже Такой вот неожиданный вариант Моя дочь Сойон Признание северокорейского лидера Ну и моя дочь беременна, это неинтересно Потому что моя дочь беременна и я тоже Тут как бы варианты уже такие, да? Ну что ж, ну, по-моему, очень у нас с тобой классно получилось посмотреть, что же выдает Google Мы в этом убедились, что Google создавали люди с прекрасным чувством юмора Спасибо вам Ну ты знаешь, к нам не часто приходят сотрудники Google Я тебе даже больше скажу, ты первый сотрудник Google, который пришел к нам в гости на программу Поэтому хотелось бы тебя спросить, правда ли Телек Мамутов, человек, который работает в Google Человек, который живет сейчас в Ирландии Планирует возвращаться в Кыргызстан Правда ли это? Вот так люди реагируют Да, это действительно правда Вообще, как бы я каждый раз, когда приезжаю в Кыргызстан Я получаю огромное количество удовольствия и положительных эмоций С каждым годом все реально, ну, намного улучшается все Это и город, и новые интересные проекты, как ваш И новые интересные сервисы, там, бизнес кто-то открывает новый И очень-очень многое, очень-очень быстро меняется Это прям, я прям не терплю, но стараюсь все-таки пока что за рубежом набираться опыта, знаний, знакомств, денег И со временем мой план с моей женой вернуться Особенно денег, набирайся Они нам понадобятся Ну, ты знаешь, я уверен, что если будет такая возможность И ты вернешься сюда, чтобы открыть представительство Google в нашей стране Офис Google в Кыргызстане будет тоже, знаешь, колоритом Ты знаешь, Максим, я вот тут стоял, слушал в стороне Обратная вообще позиция у нашего телека Обычно некоторые граждане нашей страны с женой набирались денег здесь и уезжали за границу А вот у телека обратная позиция, это здорово Это действительно очень хорошая позиция И мы подумали Ну а чем бы отличался Google офис в Кыргызстане? И мы придумали и готовы поделиться с тобой нашими наработками Пожалуйста, Майк Вот такой вот креатив, знаешь ли Телек, ну ты знаешь, я даже не знаю, что сказать Когда обычно представляешь себе программиста-айтишника Ну, не буду скрывать, это такой стереотипный образ человека с длинными сальными спутанными волосами От которого попахивает, знаешь ли Который приходит в домотканном свитере времен 72-го года Но ты модный, современный, адекватный человек И спасибо тебе огромное, что сегодня ты нашел время И пришел к нам в студию Друзья, первый Кыргыз-компании Google Телек Мамутов Спасибо огромное тебе На прошлой неделе у нас в гостях был замечательный человек и замечательный танцор Атави Мурзаков И мы подумали, почему бы на этой неделе не нанести ему ответный визит в вежливости И отправили туда нашего постоянного корреспондента Глеба Пака Глеб Пак это как тупак, только Глеб Пак Немного об этом уникальном человеке Это единственный человек, от которого просит политического убежища Северная Корея И, кстати, этот человек, съевший не одну собаку Как в прямом, так и в переносном смысле Пожалуйста, на экран Всем привет! Возможно, вы меня узнали Я тот самый знаменитый лось из телефильма «Шаг вперед» Мы приехали в студию «Я танцор» Здесь проходят замечательные танцевальные батлы Наверное, здесь интересно Пойдемте посмотрим Скажи, пожалуйста, ты давно занимаешься танцами? Да Сколько дней? Я смогу танцевать поппинг? Конечно А щекинг? Нет Хотя бы животинг смогу? А что такое животинг? Что для тебя есть танцы? Танцы для меня это моя жизнь Ты можешь мне показать пару движений? Да ну, лажа какая-то, пошли Здесь просто все пропитано бешеной энергетикой Люди заряжены, прям просто как заводные Добрый вечер А давно вы занимаетесь нижним брейком? 24 года Красавчик, не будем мешать Брат! Лизгинку поставь, пожалуйста Свои правила, свои правила У нас свои правила Погнали! Я отрицаю любой факт вообще моего участия в этом видео Это видео подделано тобой, Макс С целью меня очернить Ну и что, будешь делать теперь, пицционист? Не важно, что будет делать Сардар Важно, что сделал сегодня Человек, который Помимо того, что снялся в самом громком и нашумевшем фильме нашей страны Так он еще и сознательно бросал вызов судьбе И именно об этом, и не только Мы поговорим с Бектемиром Амой Юсуповым Замечательным актером, замечательным человеком Бека, привет! Привет! Вот видите, как мы поздоровались Сразу видно, что мы с Бекой друзья А я всем хотел сказать, что мы с тобой друзья И наконец я это сделал Бек, привет! Спасибо, что пришел Вам спасибо, что позвали Бека, ну Все тебя знают Тебя знает вся страна Как человек, который сыграл главную роль В пока что самом лучшем фильме нашей страны И это ни для кого не секрет Но Когда мы с тобой в частных беседах Заводили речь о твоем вообще пребывании В Соединенных Штатах Америки Для меня Была очень удивительная Очень удивительная вообще судьба Когда ты Сознательно Сознательно Уходил от комфорта И искал дискомфорта Расскажи об этом Расскажи, как ты попал вообще в Соединенные Штаты И вот почему действительно тебя так тянуло на Жесткие приключения Ну вообще я с детства Мечтал попасть в Америку Это мне кажется Мечта каждого И не как вот Но до Америки Я съездил в Турцию В Индию Потом поступил В Китай Таким я год учился В фильмах снимался Часто подрабатывал Ну не хватало У меня степеней где-то 150 долларов было Не хватало на жизнь Путешествовать И мы подрабатывали Снимались там В различных фильмах Если я не ошибаюсь Говорящий с ветром Что-то вроде этого Да The Kite Runner Бегущий за ветром Бегущий за ветром Это голливудское кино Да Ну Ну это массовка Нам Две секунды показывает Не видно даже Но тем не менее Не каждый из присутствующих Может похвастаться тем Что снимался в голливудском фильме Даже две секунды Потом После Китая После Китая Я приехал обратно сюда Мне предложили сняться в фильм А Мишкек я люблю тебя Среди 600 Если я не ошибаюсь Претендентов Выбор пал именно на тебя Наверное Не помню Да Но все-таки Возвращаясь к разговору О вызовах Которые ты бросал Хорошо Потом стало скучно И Остановился на Киевском Открыл капот И Сразу мне Ну подъехали Говорят Что продаешь машину И Как бы я что-то подумал Говорят Да продаю И вот продал машину В тот же день Взял деньги Думаю Что теперь буду делать Ну Были такие мелкие долги Отдал Потом проводы устроил Там на 70 человек Все деньги потратил Специально А вот это хорошо Это я да И улетел в Америку То есть Хотел попробовать Да с нуля Да выживу Выживу ли я в Америке Вообще Что будет со мной И приехал Прилетел Первый же день Друг встретил На следующий день Сразу устроился на работу Уже грузчиком Мебели перевозили То есть Уже работают Все нормально У них есть квартира Они помогли мне Нашли работу То есть Устроился посудомойщиком Поработал посудомойщиком Было тяжело Конечно Я там еще И успевал готовить И чистить картошку Там все Съемки в фильме Мы Вся страна Была Ну не то что шокирована Вся страна с интересом Наблюдала за одним Видео Где Всю съемочную группу Салам Нью-Йорк Взяли и Ну если употребить Такое грубоватое Немножечко слово Повязали Американские Полицейские Расскажи об этом Ну были Ночные съемки Когда мы с Эрикой Сидим на крыше И У одного нашего То есть Знакомого Да в офисе Ночью поднялись на крышу У нас камера Все дела эти И соседи подумали Что мы террористы Вызвали полицейских И вертолет То есть Прилетели на вертолет А все американцы думают Что террористы ходят С кинокамерами Да Ну показали Документы Разрешение Потом они ушли Уже Сразу отпустили Ну там на самом деле Был Поаплодирующий Поаплодируйте Отогнать Американских Полицейских Это знаете ли Не каждому дается Что вот У меня вопрос Просто зацепило Что вот Они пришли Проверили документы И ушли Это не Кыргызские полицейские Садар Это американские полицейские Извинения Извинения попросили Ты знаешь Бека Не секрет был для меня Что какое-то время В Соединенных Штатах Америки Ты сознательно Действительно шел на очень Разные и дискомфортные Для многих людей Для тебя Вполне нормальные вещи И мы подумали Почему бы не вспомнить Твой американский период И не помыть-ка нам посуду Друзья Моим посуду Вместе с Бектемиром Моисуповым Ну что ж Как мы и говорили Друзья Прямо сейчас Вас ждет Уникальное состязание Где Бектемир Моисупов Актер Человек Который точно знает Как вести себя В экстремальных ситуациях И наша уважаемая Сурма и джек Сразятся Сразятся В неравной битве Потому что Здесь профессионал А здесь человек Который когда-то Был профессионалом Но уже наверняка Утратил эти навыки Итак, друзья Кто Быстрее Справится С вот этими Тарелками Тот и будет признан Абсолютным чемпионом Нашего вечернего Шоу Обычно красивые девушки В таких моментах Бросают нижнее белье Я решил ограниться Перчаткой Итак, вы готовы? На старт Внимание Поехали Ну пока отлично 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 Работают Оба наших участника Руки-то помнят Бектемир Руки-то помнят Конечно У бектемира У бектемира уже образовалась Своя группа поддержки Вы домываете, друзья Но результаты Этого конкурса Мы узнаем с вами В следующей программе Бектемир Моисупов у нас Сегодня в гостях Спасибо, Бека, что пришел Увидимся Оставайтесь с нами Саудат Чукубаева В самом скором времени Какой классный Бека, а Какой вообще открытый человек Который не стесняется В присутствии Сотен тысяч Как мне хотелось бы думать Телезрителей Помыть посуду И на самом деле С результатами этого Легендарного Уже баттла Мы вас познакомим На следующей неделе А прямо сейчас Я рад Я всегда радуюсь Когда к нам приходят Красивые девушки И одна из них Мало того, что красивая Еще и талантливая Саудат Чукубаева Вместе с Виктором Юном И диджеем Эдилем Прямо сейчас Премьера песни Может Ветер в лицо Но тебе уже все равно Не будешь обнимать И звезды мне обещать Осталась без тебя Как в небе темном луна Может Тоже погрузишь обо мне Или даже может Ночью позвонишь в тишине Я не слышу голос Улыбнусь И слезы по щеке Мне сложно не вспоминать И фотографии наши сжигать Так часто снишься ты мне Душа спокойна И увидит любящий твой милый взгляд Любимый взгляд Знаешь, время нас ждет Только ты не забывай Что я любовь свою Тебе все отдала Может Может быть погрузишь Может быть погрузишь Это был второй выпуск вечернего шоу. Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»